На минувшей неделе в школе номер 43 хутора Барониковского прошел митинг, посвященный увековечиванию памяти солдата Виталия Матвиченко, погибшему при исполнении воинского долга в городе Грозном Чеченской Республики. При входе в школу установили мемориальную доску. Подробнее расскажут мои коллеги. Слишком короткой оказалась жизнь Виталия Матвиченко. Он погиб совсем молодым в 20 лет. Ценой собственной жизни ему пришлось узнать, что такое война. Чтобы нынешнее поколение не повторяло ошибок прошлого, чтобы люди жили в мире. Для увековечения памяти о земляке, о выпускнике 43-й школы. На этой неделе там открыли мемориальную доску. Сегодня мы открываем мемориальную доску нашему выпускнику школы Виталию Петровичу Матвиченко. 20 лет назад он погиб в Грозном. Больше его знают как водителя генерала Романова. И для многих в России он и есть водитель генерала Романова. Но для нас он мальчик из нашей средней школы, который 20 лет назад ушел на войну и с нее не вернулся. Нам очень хотелось, чтобы племянник, который сейчас учится у нас в первом классе, чтобы ребята, которые учатся сейчас, знали о нем и понимали, что Виталик – это не просто часть истории, а еще и наше живое, настоящее. На митинге, посвященном открытию мемориальной доски, присутствовала мама Виталия – Людмила Матвиченко. Для нее сын навсегда останется в памяти молодым. Спасибо большое тем людям, которые занимались. И вот в школе. У меня три сына выросли, тут отучились. Внучка, сейчас в Новороссийске. Внучок в первый класс пошел. Да, это очень хорошее, великоотечественное. Молодежь откуда что не должны знать об этом. Правильно, понимали. Инициатива установить мемориальную доску в школе номер 43 принадлежит Патриотическому клубу воинов-интернационалистов «Саланг» в станице Анастасиевской. Спасибо преподавательскому коллективу, директору школы, что организовали школьников на эти концерты. И наш член клуба, бар Диды Катерина Анатольевна, провела концерты, заработали деньги. Я заказал мемориальную доску, которую мы будем сегодня открывать. Много горя, бед и страданий принесли нашему народу годы жестоких сражений в чужом крае. Юные славянцы должны помнить о тех, кто прошел тяжелый путь на этой войне. Сегодняшнее событие вызывает у меня гордость. Мне очень приятно, что именно в нашей школе устанавливается эта доска. Мы каждый год проводим линейки в его память, в его честь. Я считаю, что все дети с первого класса должны знать о героях нашего поселения. Незаменно, это гордость, потому что дети все должны вообще помнить о его подвиге и вообще о подвиге всех солдат, которые воевали на этой страшной войне. Я считаю, что это событие очень важно, потому что мы чтим его память, тем самым мы продолжаем эту память и тем самым мы передаем эту память следующим поколениям. И дети будут помнить и чтить то, что он сделал. Как дань уважения солдату, который погиб при исполнении воинского долга в Чеченской республике, ученики школы почтили его память минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориальной доске. И пусть пройдут года, пройдут века, но в этот день мы зажигаем свечи, чтобы помянуть погибших имена. Пусть память будет светлой, будет вечной, и пусть пройдут года, пройдут века, Мы в этот день помолимся за них, мы будем помнить в павших именах. Они для нас живее всех живых, они для нас живее всех живых.